Несколько рекомендаций по правильному использованию исключений. Когда вы пишете какой-то метод в вашем классе, то подумайте о том, какие гарантии вы можете дать вызывающему вас коду. Можете ли вы дать сильные гарантии? То есть обещать, что несмотря на выброс исключения, объект останется в исходном корректном состоянии, в нем ничего не сломается, и этим объектом можно пользоваться дальше. Или вы можете дать слабые гарантии. То есть, если состояние объекта и изменилось, то оно осталось корректным, и объектом можно пользоваться дальше. Возможно, вы гарантируете только то, что, несмотря на исключения, не случилось утечек ресурсов, а объект к использованию уже непригоден. Ну и в худшем случае вы не можете гарантировать ничего из вышеперечисленного. Конечно, чем более сильные гарантии вы можете обеспечить, тем удобнее другим программистам будет пользоваться вашим классом. К этому стоит стремиться. Гарантию отсутствия утечек можно обеспечить правильным использованием блоков TryFinal и Try с ресурсами. А чтобы объект не переходил в некорректное состояние, можно, например, сначала тщательно валидировать все входные параметры метода. Или если в методе делается какое-то многоэтапное вычисление, то промежуточные результаты этих вычислений сохранять сначала в локальных переменных. И только когда все вычисление успешно отработало, то менять состояние объекта, присваивая новое значение его полям. И второе замечание. Механизм обработки исключений TryCatch следует применять для действительно исключительных ситуаций. Не надо пытаться реализовывать обычную условную логику при помощи TryCatch. Во-первых, это менее эффективно. Порождение и обработка исключений несут ненулевые накладные расходы. Во-вторых, можно случайно обработать не ту ошибку, которую вы хотели, если в TryBlock'е происходит много всего. Вот это плохой пример. Так делать не надо. Вместо этого надо использовать обычный условный оператор. Кстати, скажу по секрету, есть утилитный метод ObjectsToString Принимающий объект Который реализует ровно вот эту логику. Поэтому здесь можно использовать его. Класс Objects находится в пакете JavaUtil. Продолжение следует... Продолжение следует...